В рамках месячника военно-патриотического воспитания в детском саду города Черкеска «Росинка» проходила благотворительная акция, посвященная Дню Защитника Отечества по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Также дети подготовили тематические рисунки. Альбина Ламкова продолжит тему. Пусть последний закончит с собой, и победа будет за нами. Кто каждый вернущий живой, кто жене, кто одним, кто невестим. Вернуться в свою семью живыми, здоровыми и обязательно с победой – самые искренние пожелания для солдата детей. Основная задача педагога в рамках патриотического воспитания – вести ребёнка в первую общественную среду – детский сад. Чувство родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш. Дети подготовили стихи и много рисунков. Конечно, в этом деле им помогали родители. Кроме того, в рамках месячника военно-патриотического воспитания собрали и упаковали посылки с предметами первой необходимости для участников СВО и помощь малышам из детских домов. Наши ребята и наши родители для нашего детского сада собрали предметы первой необходимости, собрали игрушки, поделились одеждой, поделились продуктами питания. Как для участников СВО, так и для детских домов. Это не первая помощь от детского сада. Всегда выручают в этом деле, говорит участник инициативной группы ЗОВ Родины Евгения Важенская. В группу вошли неравнодушные люди, которые сочли своим долгом в трудное для страны время встать на поддержку Родины. Они регулярно оказывают помощь в зону СВО. На этот раз собрали колоссальную гуманитарную помощь. То, что так необходимо сейчас на передовой в быту каждого солдата. Теперь все собранные вещи в ближайшее время будут доставлены. У нас планируется как минимум три отправки на СВО. Также планируется отправка на детский дом. На детские дома тоже очень большая необходимость. Есть в продуктах питания, хозяйственных всяких нуждах и детской одежды сезонной. И не только детям. Там есть и люди, которые эвакуированы, которые также приходят в детские дома за помощью. Поэтому рады любой помощи. Евгения Важенская – многодетная мама. Но, тем не менее, не боится лично доставлять груз, понимая опасность пути. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Корчаево-Черкесия.